Леопард Красочное, грациозное, невероятно величественное и хитрое хищное животное из породы кошачьих. Эта кошка быстрая и очень осторожна, с крепким, мускулистым и сильным телом. Зрение у леопарда превосходное, он идеально видит в любое время суток, а когти и зубы животного отличаются поразительной остротой. И эта кошка – первоклассный хищник. Она легко прячется в траве, благодаря своему пятнистому окрасу, бесшумно подкрадывается к добыче и делает молниеносный бросок, от которого трудно уйти. Впивается жертве в горло и быстро убивает ее. Питаются леопарды косулями, обезьянами, оленями, а также часто могут ловить различных птиц и нападать даже на аллигаторов и крокодилов. Ребят, всем любителям животных и природы в целом, хочу порекомендовать интересный канал «Валдайский синдром». Автор этого канала рассказывает о приключениях в валдайских лесах, где он охотится, добывает небывалые трофеи, занимается рыбалкой, поиском старины, а также фотоохотой. Контент на канале реально годный, уверен, он вам понравится. Ссылку на канал я оставлю в описании. Ну а мы продолжаем. Как ни странно, на крокодилов леопард нападает довольно часто. Увидев в воде рептилию, леопард подкрадывается к ней и бесстрашно бросается в атаку, ныряя в воду. Как и других животных, леопард хватает крокодила за горло, вытаскивает на берег, где добивает и начинает есть. Естественно, на больших крокодилов кошка нападать не будет. Леопард выбирает рептилий поменьше, но и они иной раз оказываются довольно крупного размера, всего лишь чуть меньше самого леопарда. Тут крокодилы поймали какое-то животное, а леопард решил присоединиться к трапезе этих рептилий. Он не испугался ни количества крокодилов, ни их размеров, а эти крокодилы были далеко не маленькие. Леопард спокойно пожирает животное, а когда один из крокодилов двинулся в его сторону, то получил от кошки хорошего леча по морде. Леопард охотится на привычную для него добычу – антилопу. Он прижимается к земле как можно ниже и становится практически незаметен среди травы. Хищник медленно приближается к жертве, а когда антилопа смотрит в его сторону, леопард замирает и полностью сливается с окружающей средой. И вот, выбрав подходящий момент, он стремительно бросается на свою жертву. Всё произошло так быстро, что антилопа вряд ли даже поняла, что случилось. Другая привычная для хищника добыча – обезьяны. И он охотится в привычной для них среде – на деревьях. Леопарды отлично лазают по деревьям, они перепрыгивают с ветки на ветку на расстояние нескольких метров. Вот, леопард делает несколько прыжков, и обезьяны уже в его лапах. Здесь обезьяна также не смогла избежать острых когтей леопарда. Кошка с лёгкостью перепрыгивает на другое дерево и одним мощным прыжком настигает свою жертву. Ну а когда обезьяны спустили с деревьев, леопарду не составляет большого труда их поймать. Большое стадо животных переправляется через водоем. И это заметил леопард. Он подкрался очень близко и затаился в небольших кустах. Выждав удобный момент, он атакует одну из антилоп и быстро валит её с ног. На этих кадрах можно наблюдать, как леопард охотится на импалу. Он прячется в небольшом овражке и медленно подкрадывается к своей жертве. Леопард подобрался к травоядному буквально вплотную. И вот хищник делает резкий рывок, и импалы уже в зубах кошки. Нередко леопарды охотятся на различных птиц. Птицам легко избежать встречи с хищником. Им надо только взлететь в небо. Но это выходит не всегда. Завидев хищную птицу, сидящую на дереве, леопард стремительно полез вверх. Первая атака не удалась. Добыча ушла. Но вот после второго быстрого прыжка птица оказывается у леопарда в зубах. А здесь леопард напал на птицу-носорога, которая была на земле. Развив высокую скорость, хищник в прыжке достал птицу. Кажется, что птица обречена и уже не спасется. Но тут леопард на секунду теряет бдительность, и жертва чудом избегает гибели и взмывает вверх. Аист, который в последнюю секунду заметил хищника и смог остаться в живых. Тут леопард выбрал в качестве жертвы нетипичное для себя животное – дикобраза. Дикобраз защищен длинными и острыми иглами и может нанести хищнику серьезные раны. Но леопард не отступает. Он атакует по самому низу дикобраза и норовит схватить его за задние лапы. И через некоторое время ему это удается, и дикобраз превращается в пищу для этого хищника. Иногда леопард выбирает в качестве засады деревья, например, как здесь. Высоко в кроне дерева притаился наш хищник, а под деревом находится ничего не подозревающее – косули. Они внимательно следят за горизонтом и в любой момент готовы дать маху, если появится хищник. Но они никак не ожидали, что леопард настигнет одну из них сверху. Здесь такой же случай. Леопард нападает на свою жертву сверху, притаившись высоко на дереве. Гиены – злейшие враги леопарда. Они часто нападают на кошку и отнимают у нее добычу. Но здесь одинокая гиена не ожидала, что леопард даст отпор. Ей еще повезло, что хищник отпустил ее, иначе она могла бы стать его дополнительным обедом. А здесь можно наблюдать удивительное поведение этой хищной кошки. Леопард охотился на обезьян. Приметив одну, леопард нападает на нее, легко ловит и убивает. Когда хищник затащил свою добычу на дерево, чтобы съесть, с мертвой обезьяны падает маленький детеныш, который сидел на животе своей мамы. Но леопард не стал трогать детеныша. Видимо, в хищнике проснулся материнский инстинкт. Он начал ласкать маленькую обезьянку, вылизывать ее, а ночью они вместе легли спать, прижавшись друг к другу. А тут молодой леопард до смерти напугал пса. Он неожиданно выпрыгнул перед ним, как будто хотел поиграть, но пес только поджал хвост и начал истерически лаять. На этом все. Друзья, не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересных выпусков. А также обязательно подпишитесь на канал «Валдайский синдром». Ссылочка в описании. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»